Расговаривать не надо, приседайся до упадок, ты не хочешь мрачный. Территория Ростовского перинатального центра переполнена. Десятки детей и родителей присоединились к веселым играм и викторинам. Концертная программа в исполнении сверстников никого не оставила равнодушными. Хоть дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, как помирать нам рановато, есть у нас еще дома один. Главная гордость центра – двойняшки-тройняшки, которые здесь родились. Чтобы не прерывать традиции успешных родов, руководство медицинского учреждения ищет молодых специалистов. Их дефицит поможет преодолеть новая кафедра Ростовского мединститута. Основные целевые направления в этом году при распределении мы отдавали на педиатрическом факультете прежде всего врачам-нанотологам, которые будут обучаться в течение двух лет на этой вновь открываемой кафедре. Это ординаторы, интерны-нанотологи. Прежде всего будем готовить на кафедре, конечно же, специалистов для Ростовской области. Ростовский перинатальный центр – один из лучших в мире. За три года его существования врачи помогли появиться на свет сотням малышей и сохранить здоровье их мамам. Всплеск рождаемости делает этот центр незаменимым. В последние два года на территории Ростовской области рождается рекордное количество детишек – более 50 тысяч. Это самый хороший показатель того, что жизнь наша стала немножко легче, потому что никогда семья не заведет ребенка, если они не понимают, какое будет у него будущее. Вице-губернатор подчеркнул, что забота о здоровье и социальная поддержка маленьких дончан – одни из основных задач, которые поставил перед правительством области глава региона. Анастасия Кованцева, Владимир Савеленко, Юрий Санкин. Главные новости.